здравствуйте товарищи мы продолжаем мы продолжаем каждый раз мы продолжаем и этот раз не исключение мы опять продолжаем медиал династию рубиться с волками и так как вы знаете я вышел в производство металлических объектов и хорошим тоном будет произвести все металлические объекты которые у меня есть в возможности их создания как бы это странно не звучало но в общем короче мы должны вот тут собственно у нас еще есть киру кирочка косучечка молотучка но вот к сожалению копья здесь нет я прям даже мне прям даже очень обидно знаете почему копье мы получим только собственно на втором уровне смите это это вообще странно значит пойдемте сначала пообщаемся с людишками у нас тем временем уже лето посевы мои уже там что-то вон видать прекрасно значит смотрите в комментариях разгорелся скандал ну то есть не скандала так скандалечка кто-то недоумевает по поводу того что такого хрена в девятая серия у тебя еще нет какая интересная трава без теней а у тебя еще нет значит людей в поселении объясняю товарищи во первых я людей в принципе сейчас вот ну просто никакой необходимости в людях моем поселении я не наблюдаю еду я добываю сам крафтингом я занимаюсь сам нахер мне сейчас людишки нужны непонятно сейчас топорчик этому замечательному человеку продам оба смотрите ребята железный топор стоит 88 издается мне кирка что-то в районе этого следовательно можно будет заняться продажей оружием прекрасно по год бай друг мой так вот на рассказываю значит мне кажется разработчики немного облажались с ценностью значит видения своей собственной деревне ну я конечно там продолжаю к вот этой вот женщине роберте там я вот сейчас что-то скажу на о боже мой ну что такое не получается что-то с робертой прям совсем и да есть минутка на что-то сегодня не мой день по ходу короче есть вот какой какая возможность завербовать себе поселенца вы можете просто обузить сейвы стоять вот то есть допустим вот берем какого там ингольфа да сколько тебе лет вообще 56 обалдеть ты не мой выбор прости друг есть кто-нибудь помладше вот лумбард лумбард например мы говорим ему там есть минутка он 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 сказал что у него ноль вот и можно попробовать еще раз на минус 5 обалденно и больше с нами общаться не хочет и вот собственно мы сохраняемся по загружаемся опять с ним разговариваем потом опять сохраняемся за короче обузить сейвы и загрузки вообще не вижу никакого смысла просто никакого смысла в любом случае товарищи перед завершением или там ближе к финалу этого прохождения альфа-версии я обязательно завербую людей себе в деревню просто чтобы просто посмотреть просто просто да насколько они эффективны и нахер они вообще нужны но в данный момент я не вижу в них никакой просто ни малейшей потребности в людях моем поселении единственное чем они могли бы мне сейчас помочь это по факту только добыча еды потому что но это просто тупо сэкономит мне время шариться по лесам или там в оленей копьями кидаться а в остальном вообще никакого смысла в этом не наблюдаю те у нас тут есть да вот видите мы можем нанимать рабочих на здание и они как бы типа сами что-то там начнут производить ну и какой в этом прикол а где там локальные законы там я не знаю торговые караваны собирать то есть по факту вы не можете управлять деревни получается так я так я понимаю вы просто нанимаете людей и они у вас просто в деревне обитают и никаких вы там ну не знаю вот смотрите это я так понимаю что это показатели добычи людей которые у нас будут работать вот например а вот по дереву до человека можно было бы взять на который значит сколько то будет добывать дерево в час у и ну это я так понимаю как это работает как это будет работать хрен его знает давайте-ка я немножечко подзаработаю денежек раз у меня есть возможность создавать всякие классные вещички а почему я кстати сюда железо а потому что это не я понял это не смит смит это у меня рядом с воркшопом все время забываю да новое здание так тяжело запомнить его местоположение там по-моему капуста уже выросла обалдеть и так смит дай нету что-то как-то там вообще нихрена стоять она может у меня с собой у меня одно железо с собой пойдем заберем остальное я его по-моему здесь оставлял да давай мне все все железо мне давай блин а такое тяжеленное капец вообще и вот допустим что мы можем создавать мы можем создавать вот кирку надо сделать обязательно хотя у меня есть же кирка да я сейчас разблокирую а потом собственно когда надо будет уже создадим сейчас вообще не вижу смысла в ней честно вот коса сто процентов нужна она у меня опять же пока есть но ну все равно что до ее разблочить и хаммер тоже этого у меня осталось 320 монет и вот что-то здесь еще в начале было оно это деревянные болты этих тоже разблокирую в любом случае не потребуется и вот еще по одежде мне интересно прям очень мы можем создавать ткань да вот эту тоже раз давайте все блой разблокивать и смотреть собственно я думаю что мы уже потихонечку приближаемся там концу контента хотя мне очень хочется посмотреть как можно развлекаться с таверной вот смотрите у нас тут есть какой-то рыбный пирог или что это такое что такое тарт вот есть мясной пирог да пожалуйста этот опять же таверна до открывать пока у нас возможности нету ладно допустим я хочу создать stone tools вот нет а можно мне да на наковальне простите точно и это оружие оружие а здесь что еще надо водяны не водяны а простите до деревянные а вот что это непонятно лог понятно а трец хрен его знает ну ладно допустим создадим себе еще топоров сколько могу один да а в итоге то 2 если себе если я себе еще бревнышко срублю я сейчас это обязательно сделаю ой подождите куда это я пошел здесь мы не рубим мы рубим чуть дальше вот это вот например сейчас уничтожить не подождите стойте она как вообще стоит это хорошо стоит это мы оставим давайте вот это в серединочке бабах ним за три удара теперь падают бревна это прекрасно да он еще перья повалились так собираем перья хорошо что увидел а то знаете ли перья такое такое прям она нам потребуется сильно у меня небольшой перевес но это не беда мы создадим одно копье и как раз останутся там бревна на создание замечательного топора до посмотрим сегодня по заданиям если у нас там какие-нибудь интересные квести и сейчас еще надо еду будет посоздавать потому что у меня там в амбаре куча всякого барахла лежит и так топоры вот мы можем два создать давайте это сделаем готовенько два топора у нас имеются и я пойду и сейчас сразу же продам потому что топоры они неплохо торгуются по сути почти 200 монет с двух топоров это замечательно и потом еще пойдем железо обязательно добывать и я не буду брать в этот раз соль потому что соль как мы поняли пока не особо действенная вещь так что солью немножко повременим и и надо определить цели да потому что в данный момент юни гост у нас молчит глава седьмая значит требует каких-то баснословных вот этих вот очков которые только за квесты фармятся поэтому мы надо будем с вами продвигаться в сторону открытия все более интересных производств и зданий и рабочие мне для этого по идее нахрен не нужны и вот еще я думаю раз вы все хотите очень ну или не все множество вас хотите человека нашу деревуху можно конечно сегодня будет оформить или не сегодня в общем когда-нибудь оформим стрим и я на этом стриме могу в принципе пообузить эту херню сейвом загрузкой для того чтобы просто привлечь человека посмотреть как он вообще здесь будет работать но мне кажется что работать он будет так себе и там опять золото поломалось видите ноль ну что за хрень вообще ладно дерьмо случается пойдемте отсюда нафиг дожди на 2 еще поливает прям вообще когда непогода сегодня так поехали в технологии итак самое крутое это конечно вот эта вкладка крафтинг потому что здесь я вот прям смотрю здесь хотя слушайте на раз здесь тоже интересно мы можем так стричь овец значит доить коровочек это перечень процедур которые дают нам очки но единственное что я могу я так понимаю это плоуинг в данный момент создавать поля полоть их и потом их тупо удалять потом опять создавать и полоть таким образом мы сможем нафармить себе очков для открытия первого курятника и это уже будет хоть какая-то движуха надо быть за курочками ухаживать я правда не знаю что они жрут но сдается мне это будет какое-то пшено или там зерно теперь рыбалка еще меня интересует товарищи вот прям очень очень интересует рыбалка о длинный лук могу открыть запяти хаточку но задание к сожалению уже провалено потому что у нас лето вот medium fishing net это сети так понимаю да а это уже big fishing net но у нас пока что это все дело не открыто две с половиной тысячи надо и для того чтобы это все дело прокачать мы должны убивать животных мы должны их в ловушку запихивать и ловить рыбу ну короче давайте тогда знаете что сделаем сейчас мы сейчас а у меня вот да ловушку для птица тоже разблокируем и создадим ее потому что потому что это поможет нам тупо нафармить так я не понял а ну да близко к деревне точно точно сейчас мы куда-то ее пришпандырим эту ловушечку я думаю что рядом с той которая у меня уже установлена а где она кстати на кого на все далеко там просто я не очень понимаю как сюда будут залетать птицы но короче может она вообще на дерево ставится нет смотрите как классно на присасывается ладно поставим ее вот сюда не очень понимаю как она работает ну короче ладно пускай будет стоять мы тем временем сейчас проверяем ловушку зайчика где уже лежит зайчик да здорово рыбит и ловушка сдохла потрясающе сейчас новую создадим сразу же считаю какие-то прям я не знаю мне нежные эти ловушечки и круто что они на карте обозначается видимо поэтому их можно ставить только в единственном числе ладно с ловушками разобрались поехали дальше в крафтинг крафтинг мы должны сеять готовить и крафтить и тогда мы будем разблокировать прекрасные вот эти вот вещи мы должны сейчас с вами выйти в первую таверну и у нас начнется какая-то интересная штука типа там готовка хлеба потому что таверна я так понимаю как бейкере работает и это будет крайне интересно и замечательно мне кажется да как у нас тут дела у нас тут отлично дела капуста растет охренеть ее уже можно собирать так а может может собрать очень как быстро выросла то я не пойму может подождать ее надо я вот я вот даже не знаю давайте соберем пофигу так собираем капусточку полностью я бы сказал я сразу у меня сразу дикий перевес пойдемте в амбар скидем все что я на это самое насобирал уже и мы сейчас наверное с вами это поле удалим новое создадим и попробуем повторно ее засеять туда так семечки оставляем они на них рена не весят продолжаем никогда бы не подумал что так быстро вырастет капуста но она прям выросла да видите там и правда семян маловато попадается с не сколько там вообще семян попалась на этот раз 18 это уже дело это уже прикольно отлично пойдем вперед еще надо о стоять а я могу ли я разблокировать себе знаете чем вот эту штуку которая значит полоть то которой нету здесь да потрясающе то есть только деревяшка а дальше она вообще будет нет будет вот она айрон хое но и ладно пока значит деревянные будем махать него не проблема но проблема как говорится так скидываем капусточку твою мать что улетела туда что-то не то я туда положил я положил туда свою гребаную шляпу мясо тоже сюда скинем мясо у меня 58 кусков можно будет сейчас заняться чудовищным приготовлением интересных блюд и вот это вот я тоже возьму там штуки 3 себе пожрать потому что пота же у нас есть пота же это прекрасно шляпу надеваем пота же съедаем и все у нас нормально теперь надо взять цапку царапку и сейчас будем поле царапать и будет быть может мне повезет я капусту дважды выращу за этот сезон так берем ее берем молоток убираем топор потому что он нахрен нам не нужен а он приличное количество килограмм весит он ведь сука железный теперь значит экипируем эту на тройку эту на двойку а на единицу ну не знаю давайте копье воткну просто чисто поржать так удалить прощай поле нахрен теперь берем сумочку и и вот она у нас кэбэдж но сначала поле создать да 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 чё мы его нахрен создадим почему музыка опять тревожно играет я не понимаю как будто на меня кто-то нахрен охотиться там 18 семян да это значит 2 на 5 если я сделаю это будет сколько 10 черт тогда надо 2 на 10 тогда будет 20 или можно взять 3 ну и где-нибудь на 4 наверное да нет подожди 3 на 5 15 значит 3 на 6 2 3 4 5 что-то как-то херово считаю этого должно хватить нахрен не хватит и ладно в любом случае мы должны фармить мы должны фармить очки и заметьте как эта штука медленно умирает ей можно теребонькать не один сезон вообще почти не тратится теперь понятно почему ее в начало крафта не поставили так давайте заценим сколько очков за это вообще безобразие получаю и так значит у меня сейчас 218 подожди стоять вот здесь у меня сейчас сивинг ты где вот 524 очка бах и теперь у меня 524 очка чёрт не понял я ни хрена давай уже доделывай еще раз проверяем 524 очка а ну да надо сеять и крафтить твою мать я не то смотрел это надо было вот здесь проверять да 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 73 и 7 они еще и с дробью ни хрена себе ну ребята так не честно вообще с дробью даже сделали офигеть вообще так капусточка да можно второй раз засеять ребята это же просто замечательно давай полностью капусту я хочу здесь выращивать если чё сейчас еще одно поле создам на куда будем добавлять эти семена в общем надо сейчас стремиться тупо к тому чтобы открыть все здания все ремесла потому что ранний доступ вся фигня особо далеко мы все не продвинемся к сожалению и давайте квесты посмотрим где у нас тут есть чё браника бараника не блещет квестами здесь ничего нету тоже почему-то он там есть отлично в гастовию пойдем какое-то задание выполнять сейчас обязательно задание в гастовии нет ничего круче в общем у меня осталось три семечка капусты я не вижу особо смысла создавать ради этого целое поле поэтому мы отправляемся выполнять задачу чрезвычайной важности я бы сказал ну а все эти семена перья перенара в амбаре не очень правильное решение складировать поэтому мы их туда не будем класть ой ой подожди стоять это чё а это мои тапки которые старые мы не будем их одевать мы будем меха выходить как крутой там не знаю какой-нибудь купец вот это мы забираем не знаю не очень нужно сейчас мне очень нужен топор но на всякий случай возьму потому что мало ли у меня там копия кончится или еще чего какое там задание будет непонятно же и сбросим сюда все железо потому что его мало а остальное безобразие пойдет у меня домой кстати хорошая идея ребята я прочитал в комментариях кто-то предлагал сделать из дорожек вернее из полей дорожки кто-то предлагал сделать это прикольно кстати я тут мне на запись попробовал реально прикольно смотрится круто современно но я так делать на ранее буду потому что мы потому что а нафига нам так делать так копье на двоечку поставим все супер вперед в гастове да где дверь то твою мать вот она запутался в своем доме немного да просто изначально надо было дорожки создавать в таком случае я я что-то как-то не подумал об этом но просто земля которая под грядки на не очень подходит под дорожки на мой взгляд она выглядит не как тропинка вот это твою мать тропинка а там это такое не тропинка совсем так что это не наш путь да не вздыхай ты так мы почти дошли уже интересно что за задачу там нам выдадут интересно вот прямо очень интересно я так понимаю что каждый день обновляются список заданий потому что по моему в прошлый раз когда мы выполняли или в прошлый раз был было еще не лето я уже что-то уже как-то и забыл коровки подождите скоро я до вас тоже доберусь я вообще хочу скотом в этой игре позадиматься привет людвика людвика обалдеть но у тебя и ник вот чем я могу тебе помочь я нуждаюсь значит в помощи сильного человека я тебе заплачу конечно заплатишь я значит хочу у меня не за что сделать со своей семьей но еда пропала и у меня есть деньги но нет времени ну давай чё сделаем чё там ты хочешь что-то с едой связано сейчас узнаем мы должны принести одну ягодку и 5 мяса вообще не вопрос просто лют людвика людвика я тебе сейчас все это принесу ты охренеешь от этого количества всего шепки принес вообще чё у меня по весу вообще 26 килограмм у меня палок о господи сколько у меня палок ты где-то обторгашь с выпалки продадим я по-моему в прошлый раз хотел это сделать что-то забыл как-то аделина здравствуй я принес тебе самое необходимое что те только он может потребоваться 115 палок на развлекайся с ними не знаю что ты будешь с ними делать в общем на действие зайдет и пойдемте ягодки собирать теперь у нас лето помните я же хотел эти ягодки долбаные летом начать собирать наконец-то мое время пришло пришел час собирания ягодок это чё сейчас было вот здесь вот по тропинке насколько я помню слева должны расти эти самые ягоды их должно быть приличное такое количество это вот не они нет это не они а вот они впереди вот эти кустарнички это именно то что нам надо о да бери приветики давайте соберем до состояния не стоянием за продадим остатки потому что я пока не очень понимаю куда я могу их тратить скорее всего я смогу их тратить уже когда у меня будет таверна ну типа какие-нибудь там пирожки ягодные можно будет печь или еще чего может быть даже и правда вино можно будет создавать что было бы кстати весьма логично но это я бы не сказал что прям виноград но ягодки да можно же брагу сделать в принципе из любовь из любых ягодок в том числе яблок если вы не знали так что может мы и запилим так сказать напиток нашей деревне который название круто получит и все значит из близлежащих деревень будут ходить к нам бухать в нашу таверну в таверну по-любому человек нужен какой-нибудь там бармен или еще кто а вот сейчас в данный момент я не я бы не сказал что сильно нуждаюсь в ком-то мне самому нравится все это делать вот чем дело но я понял да что вы бы хотели видеть это этот процесс поэтому я значит в следующей серии постараюсь чтобы у нас уже человечек появился в этой серии мы занимаемся нечто другим нечетом да поэтому сегодня нам не до рабочих вот но в следующей серии сделаем может быть перед ней все сделать короче я вас буду держать в курсе не переживайте 80 метров а кстати чё она там мне предлагает за награду я не посмотрел 60 монет и 3 единицы династии репутации блин это конечно беда вообще о я мясо забыл твою мать а так вот здесь вот наверху вот там вот наверху по моему паслись олени насколько я помню чем их будем так сказать убивать я бы мог ей принести мясо из дома но я не вижу смысла в этом на самом деле потому что а у меня есть идея слушайте здесь же по моему мясо продают его сейчас куплю у меня деньги то есть она там стоит 3 копейки чтобы не бегать 10 раз времени тратить мы участвора купим просто и все и нормально все будет мясо продается если мне память не изменяет у товарища пастуха но мы сейчас зайдем еще вот сюда то есть вот сюда небольшие круголя бывает такое привет аделина это снова я это снова принес тебе что-то вот например у меня есть ягодки я продам тебе 140 штук потому что одно мне надо для задания и ты дашь мне 140 голды обалденно и вот тебе еще знаешь одну порцию стилу зажрись этим а мы пойдем поищем мясо здесь точно продавалось мясо я прям помню я как-то нарывался на мужика который этим торгует так вот сюда сейчас зайдем поможет ведро украсть смотрите-ка бакет драту тебя вот отлично мясо и там пять штук надо было дай мне пять штук мяса и по кусечке пойдемте выполним это черт чертовски сложное задание у меня даже смска пришла от такой сложности задания подожья я вот у людвики на держи есть такое дело 60 монет мы получили но самое ценное это конечно репутация монет это такое себе опционально и давайте бухнем в честь этого успешного выполнения отлично я кофе пью мой персонаж водицу хлещет все хорошо у нас ладно теперь 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 у нас плана мы продолжаем стремиться к крутым вещам и нам для этого нужно сеять готовить и крафтить давайте я вернусь домой и заправлю так сказать в мой чан кучу ингредиентов чтобы создать кучу блюд которую эту самую кучу мы сможем еще и продать ко всему прочему так что у нас теперь есть куча капусты и мы эту самую кучу капусты сейчас будем с вами перерабатывать возможно к следующей тире через одну серию у меня начнутся напряги с едой потому что я сейчас не не занимаюсь охотой и вот наверное в этом случае работник который будет у нас охотником подойдет как никогда следовательно мы должны сегодня не просто немножко за подзаработать и там задание выполнять мы еще должны построить некоторые здания которые относятся к этому квесту ну не только квесту они скорее больше относятся к благополучию деревне мы должны обязательно создать food storage чтобы наши поселенцы могли жрать мы должны создать вудшед это я так понимаю хижина дровосека ну и туда надо будет складывать firewood вот это вот дрова которыми они будут типа топить дома и мы должны сделать обязательно ресурс storage как где они будут брать ингредиенты для своей работы ну или типа там снаряжение какое-то в общем у нас сегодня весьма много дел поэтому давайте начнем с производства мяса капуста у меня 80 то есть я мясо забираю все а капусты только 58 я не знаю как сейчас дойду до дома но в общем 58 бах нормально идем доберемся как-нибудь вот это я сейчас еды нафармлю обалдеть вообще мне даже страшно представить сколько это во времени займет а вот еще ягодки кстати надо собрать будет сейчас обязательно ягодки это прекрасно да где там дверь то уже нахрен давай просовывайся поджигаем создаем 58 блюд поехали я тут немного задремал но вроде как все хорошо и мы получили новый уровень в крафтинге давайте посмотрим что мы там качнули так крафт смен это конечно прекрасно но все это work in прогресс я так понимаю что никакого она не имеет эффекта а вот кук на 10 процентов вот это я хочу да что то я последнее время часто готовить стал кулинар так сказать вся фигня и у нас получилось с вами 58 потажа которые торгуются весьма неплохо и мы наращаться пойдем их продадим и заработаем немножко себе денежек единственное только я бы сложил себе ну скажем 8 порций до а 50 мы продадим 13 мне хватит за глаза но по моему сейчас уже там все спят да пока тут готовил уже и ночь пришла на нашу улицу надо название деревни кстати придут товарищи предлагайте предлагайте название деревни в комментарии мы ее обязательно так сказать назовем а пока я иду бачком чтобы продать замечательную еду уважаемые жители уважаемой деревне я принес вам кучу жратвы вы будете есть и вот просто сколько я 800 денег но я думаю что хватит да 700 прости друг ты теперь нищий а я нет по кусечке гудбай так привет милена да подожди ты ой нет я не забирал себя сжигать не хочет общаться ну давай ты хоть есть минутка на тебя есть плюсик хоть у кого-то плюсик есть по кусечке теперь а может попробуем его это слушай а понятно это торгашей нельзя инга есть минутка на минус 5 обалденно у кого тут больше всего ко мне довери это довери это у кого ты кто на тебя плюс 5 есть минутка на минус 5 да слушай да это каш печаль есть минутка на тебя есть такое дело а вот еще тебе есть 60 сразу же я создаю поселить а нужно 70 принято да подожди ты ее мои со своими подсказками 48 блин этот уже не хочет разговаривать я с ним просрал все на тебя 65 но это не пригласить к сожалению в поселение с робертой у нас уже все кончено а по кусечке роберта но зато у меня теперь есть бабосички а люблю бабосички любой защит правитель своей деревне любит бабосички вам точно говорю как правитель своей деревне ладно теперь наша задача пошли в технологии смотреть крафтинг итак смите мы качнули у нас 582 очка и это конечно грустно я вам скажу прям ну такое себе мы должны тысячу нафармить нужно крафтить сеть кукинг там все такое ладно давайте поспим и утром посмотрим что можно еще сделать с нашим а чё как темно то стало алё конец света что пришел прикольный такой засвет у костра который у меня дома имеется добрейшего утра это снова я и наша деревуха я думаю что мы сейчас с вами отправимся добывать еще железо для того чтобы создать еще больше топоров и давайте проверим чё по заданиям пусто 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 почему мне вот здесь задачу не дают они вообще по моему один раз только у меня что-то поспрашивали есть конечно вот тут по моему да два за два задания в хорнице слушайте ну раз пошла такая пьянка то есть смысл туда прогуляться до хорницу то за заданиями то сейчас только съем чё-нибудь и ямея и попью чё-нибудь блин я хотел здание начать строить может успеем и то и другое ну попробуем давайте либо посмотрим как по времени но сперва давайте попробуем задание эти завершить уже династия репутация династии от крайне важная херня до фармить ее придется долго но там будет специальный квест который даст нам кучу очков этой самой репутации а здание построить мы уже ближе к делу сумеем то есть квесты сейчас важнее чем эти самые эти грёбаные как они здания да поэтому бежим бежим туда и надо будет на обратном пути собрать ягоды а то я сейчас опять с этим делом профукаю лето и по кусечке ягоды также наверное есть смысл заглянуть к медведям да я не должен у нас водится то вот 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 тут вот медведи поэтому я сейчас надо до медведей сначала с медведей завали бы что у них куча мясо а потом в хорницу пойдем про охоту забывать нельзя короче да вот по навигации у меня тоже вопрос встал сейчас к разработчикам почему нельзя было сделать маршрутные точки чтобы постоянно на карту не пялиться мне кажется это несложно было бы организовать учитывая что у них уже есть трекинг вот этих всяких заданий там здание и так далее наверное в будущем добавят пока вот к сожалению этого у нас нету а медведи вот здесь вот находится руки я на месте они нет какого хрена винни ты где вот кинули меня короче медведи на мясо товарищем прям вот взяли и кинули а странно что они не за респаунились они еще решили летом спать и зимой типа бродить вообще никого нет в округе а нет смотрите вон он спрятался говнюк такой я тебя нашел слышь медведь приветики очень промазал очень можно мне копье спасибо сейчас у меня по спине так как шандарах нет твою мать а нет нормально все все обошлось нет не обошлось дай-ка я вот это выткну из тебя дай-дай-дай-дай-дай-дай спасибо а теперь ты должен упасть спасибо это было опасно черт подери все все хорошо отправляемся в деревуху за заданиями тут бежать уже осталось буквально один бросок смотрите удача улыбается мне я нашел зубрика который очень хочет стать моей добычей зубрик привет в глаз почти попал ну и все с мясом проблем никаких уже нету ягод тут прям дохрена главное чтобы мне сейчас не не было какого-то задания там сумасшедшего чтобы я им там лук какой-нибудь скрафтил опять длинный придется опять носиться по всей карте вы искать я такие задания не очень люблю прям вот ну по бегушке это прям не для меня когда мне надо я побегу а вот когда меня просят не хочется мне лень наверное да стена у вас конечно хорошая очень очень прям вдохновляют записи разработчиков о том что и собираются добавлять разбойников которые чисто теоретически должны осаждать эти деревни и сжигать их нахер значит ли это что они добавят механику горения в игру не знаю но хотелось бы а вообще кстати попишите товарищей в комментах чтобы вы хотели вообще в ней видеть в будущих ее итерациях но помимо мультиплеера это очень очевидная вещь да чё там тебе надо помочь блин я не прочитал но сейчас посмотрим так с перестройка здания мы должны добыть ему 28 палок и 6 бревен и он даст нам 5 репутации и 40 крафтингу зданий вот это я понимаю как вы слушайте вот это хорошее задание я правда не знаю там не срочная сурора не срочно но мы его сейчас отслеживать включим вроде нету таймера значит можно взять еще одно сразу задание которое скорее всего уже будет с таймером да чё-то мне так прям подсказывает что не будет с таймером добрый вечер день и и все такое бернард чем я могу тебе помочь давай продолжаем чё-то там животными какой-то там баланс ты можешь что-то сделать давай конечно я могу я все могу вообще и так завалить 8 либо кроликов либо оленей и он даст мне за это 32 монеты флэт бред это хлеб я так понимаю и плюс одну репутацию генназь это кстати вообще не сопоставимое несопоставимо неадекватное задание потому что на это задание потрачу в два раза больше времени чем на бревновое так что давайте сначала с деревом разберемся а потом уже пойдем охотиться потому что я точно знаю что здесь есть а вот подожди заяц по моему бежит да 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 заяц по кусечке заяц о еще один заяц блин а копье просрал ну что ж такое-то заяц иди сюда ладно может быть и не все так плохо все-таки два зайца сразу же это весьма хорошо да лучше иногда их просто нету вообще нигде шесть бревен да он просил значит 200 сосны это леса по-моему да было две сосны мы сейчас срубаем и значит отдаем этому дяденьки да упади ты уже господи давай спасибо так и одно бревно походу за забором осталось да потому что сосны падает три бревна бабах вот видите с этой три упала значит значит еще одно бревно ждет меня за забором или здесь на дереве на вот она здравствуй бревнышко мое чем эти отдадим уже в дома спрятался дождя что ли боишься крестьянин леонард держи пожалуйста отлично мы еще уровень по технологиям получили да вот здесь вот можно заборчик новый открыть это прекрасно но меня сейчас интересует задача которая гласит что я должен завалить кроликов или олени для этого нам придется сделать копия у нас нет бревен и мы пойдем за бревнами сейчас давай вперед будем мочить кроликов и оленей но оленей здесь не очень много на самом деле вот пока я сюда шел их было приличное количество так давайте сразу шесть копий да потому что я чувствую там половина нахрен у меня пропадет пока я тут охотой занимаюсь с моей-то точностью а так два три а где а вот сосну потерял представляете вы когда-нибудь теряли сосну ее а так легко потерять я вам скажу просто вообще без проблем копия сделаны копий больше нет давайте искать дичь итак зайцем зайцы зайцы зайцем никого не видно все еще никого не видно но там точно где-то заяц был неподалеку который от меня смотался зубор к сожалению мне не надо тебя а вот 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 сейчас я тебя догоню заяц видали вот так надо охотиться с одного . в его мохнатую задницу так минус второй заяц теперь нам надо найти еще шесть либо зайцев либо оленей с оленями проблематичнее эти падлы быстрые хотя по идее зайцы то побыстрее будут вот так то если разобраться ну ладно что-то как-то пасмурно прям совсем а факел будет гореть в дождь странно но горит я стесняюсь спросить чем он его поджигает но знаете тут поговорка срабатывает меньше знаешь дольше спишь вот так вот а я люблю поспать поэтому о нифига тут олени то а вот это я понимаю так притаились прицелились огонь по боже мой я как обычно просто не отразим не подражаем да неподражаемый охотник раз попробуем вот этого завалить но мужики по моему с одного не падают по крайней мере мне не везда боже мой насколько же он правее начал улетать или я просто уже забыл как как и тут это все работает где моя палка а он еще олень так сейчас вам сейчас прям сильно правее возьму не не возьму он убежал о короче вот так что надо брать да ей похер ей абсолютно наплевать так олень постой какая же у нее скорость сумасшедшая вы только посмотрите а ей бы просто в гонках 24 часа лимана участвовать так вы там когда остановитесь тоже вон кто-то стоит вы видели я просто вот про точно в голову попал почему почему ей было пофигу непонятно вот дяденька олень сейчас попробуем в него итак правее огонь а этот уже помедленнее пошел видать хорошо вошло спасибо друг хоть ты со мной заодно и того осталось пять я думаю этот процесс ускорю чтобы вам не наблюдать за моей очередной прекрасной охотой на оленей так что будем вести счет эй волчара о что какого это как вообще так боже мой а я не понимаю как это происходит к видали как волчара поехал за оленем вот тебе и счет по ходу одного оленя он себе таки заберет ну-ка дай-ка я добью его 5 до детка это мой фраг понял мохнатый так да еще один фраг вот это понимаю слушайте чё ты смотришь ты язык высунул у меня копья кончились понимаешь из-за тебя между прочим так мне надо бы срубить дерево то он что-то больно пристально пялиться на меня жрет походу оленя я не буду сейчас их разделывать потому что у меня и так уже инвентарь весьма такой прилично наполненный я бы не хотел чтобы сейчас еще были проблемы с передвижением ты более что нам осталось то буквально три оленя и мы уцелим так оленюшки один точно вот сюда побежал сейчас я его выслежу нахрен о заяц ты подойдешь за стой а попал кстати видали на тебя и не он не засчитался по моему не а чё это же был рыбит непонятно ладно может еще робита найду продолжаем выслеживание оленины она от меня свалила по ходу очень далеко потому что в этом направлении что-то не наблюдаю но это о кабанчик не кабаны мне не нужны к сожалению но я кстати начинаю понимать почему зайцев отбалансировали таким образом что они бегают медленнее олени потому что цель меньше попасть сложнее вот они это пример разработчики компенсировали его мелкоту его маленькой скоростью что хорошо да правильно правильно короче олень свалил от меня не могу его найти двух всего надо вольнуть на двух я уже там ушел не знаю за километр от деревни о волчара воет нихрена не на меня кстати значит там кто-то есть ну-ка ну-ка а вот было бы прикольно увидеть как волк рубится с кабаном кабан же тоже агрессивный да слышь волк оленей не видел мне вот надо двух если будет трое тебе одного подгоню так так-так-так а кто это у нас там пасется у деревца то главное не промахнуться зря я конечно блин эти деревья сейчас точно в дерево попаду я скину его в отличный ракурс на да отличный бросок черт подери и остался последний олень до палка до палка ушла в небытие ну и где твои дружки ты чё один здесь жил ни хрена не верю где они прячутся поди за камнями найду всех хоть бы сраной зайчишка я не знаю пробежал никого ведь нет обалдеть вообще я уже по моему да он до гастовии дошел в порывах и значит поиска этих оленей но ничего я верю в себя же говорил что это несравнимое задание с тем вот которые тогда было просто порубить дерево и палок набрать а если бы у меня не было топора у меня были бы серьезные проблемы кстати я предпредугадал предсказал предвидел он потребуется вообще по идее вот на таких лугах зайцы должны водиться не я по крайней мере таких в жизни видел но тут прям какая-то выжженная планета вообще никакой живности нету ну наконец-то сладенький олень даже даже 2 нас интересует только один точнее вот это вот одна и бросок да все задание выполнено отправляемся палку только дай мою дай где палка твоя дай спасибо о смотрите что нашел а это мое забираем эй соломенная шляпка постой я тебе что-то принес на бернард теперь счастлив до усрачки я бы сказал а мы заканчиваем этот прекрасный видосик помедивал династию и я собственно вам скажу что в следующей части я постараюсь до того как она выйдет привлечь к себе ну так сказать лояльность поднять у людей до 70 процентов а следующей части мы займемся строительством вот этих вот необходимых вещей которые по главе то гласят которая седьмая это глава вот это вот 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 да и в общем то будем привлекать уже сюда народ потому что это процесс не быстрый процесс это довольно нудный поэтому я не вижу смысла записывать его мы скорее всего вы видим на стримчик стримчик который будет в этом плейлисте поэтому вы его не пропустите если на прямую трансляцию не придете ну и все на этом я с вами прощаюсь да это был рим пак пакушички